У нас второй день с вами конференции «Люди, которые вдохновляют». Уверена, каждый из вас себе назвал уже имя человека, который вдохновляет. Знаю точно, что в зале есть люди, которые называют это имя. И я не исключение. Учитель, наставник, лидер. Встречайте! Основатель компании «Право-Люк» Алексей Качево! АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо! Садитесь, пожалуйста. Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Этот форум посвящен тому, что нас вдохновляет, тем, кто нас вдохновляет на протяжении нашей жизни. И я тоже расскажу о том, кто помог мне стать тем человеком, которым я сегодня являюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я помню свою первую учительницу, Марию Андреевну. Она научила нас тому, что, вот когда мы были первоклассники, что почему-то надо учиться. Такое неожиданное было для нас впечатление. Не знаю, как вы, но вот я помню, первый день из школы выхожу, мы отпускаемся по лестнице и говорю своему парню, который, смотрите, рядом идет, там товарищу, с которым мы еще знакомы были до школы, и говорю, слушай, по-моему, школа нормальная, будем ходить. Он говорит, да, мне тоже понравилось. Вот это вот эффект первого учителя. И не случайно этот год в России — это год педагога и наставника. Вы — наставники уж точно сидящие в этом зале, люди. Поэтому поздравляю вас с такой оценкой. АПЛОДИСМЕНТЫ И когда мы стали уже четыроклассники, Мария Андреевна собрала таких вот, кто в голове осталось после первых-трех классов, и говорит, ребят, у меня вот новый первый класс, вы будете ими заниматься. Будете приходить и с ними что-то вести. Поэтому вот моя дорога к тому, чтобы стать наставником, началась с моей первой учительницы. Мы встречались буквально недавно, три недели назад, с нашим курсом. Я закончил юрфак МГУ, юридический факультет, кафедра теории государства и права. История политических учений и правовых. И мы встречались и вспоминали тоже наших таких самых любимых, самых много в нас вложивших учителей. Я тоже хотел бы о них вам рассказать. Это Олег Лейст. Человек, который прошел войну, был фронтовиком. Я учился уже в 80-е годы, в середине 80-х. И при этом он был человек, опередивший эпоху. Но сейчас, в последние годы, мне часто говорят, «Слушайте, нам нужна идеология». Чего говорят, государственная идеология. Я говорю, у нас в России есть лучше, чем идеология. У нас есть русская мечта. И у людей, которые живут дружно там странно, потому что такая мечта есть, не надо никакой идеологии. Вот Олег Эрнестович Лейст еще в 86-м году сказал, когда один из студентов тогда спросил его про идеологию, он говорит, что идеология – это из 19-го века, из первой половины 20-го. Это уже 80-е годы. Какая идеология? Сейчас все сложнее, все интереснее. Представляете, насколько далеко человек смотрел, и он навечил меня слово «республика», что это из латыни идет «рес» – вещь. Публика, собственно, народ. И когда ты понимаешь, что все большое строится только вместе, когда не кто-то один главный, не кто-то один все получает, а когда строится вещь общая, какое-то общее дело, когда много людей получают успех от такого дела, то это совсем другой масштаб. И мне кажется, мы построили с вами такую тоже «республику», построили общее дело, и мы с вами на раздачу успеха еще для тысяч и десятков тысяч людей. Жуков, наш большой учитель, вот он еще, слава богу, жив, был на встрече с нами Константин Лубенченко. Это автор нашей Конституции 1993 года России. И тогда, когда он ее помогал писать, мы очень гордились тем, что у него учились. И сейчас вот у нас уже была дискуссия, он уже мне предъявлялся за Конституцию, значит, что мы с ней тут делаем, как мы ее поправляем и так далее. Поэтому, видите, история очень интересная вещь, что потом твои четыре с тобой разговаривают как-то по-новому. Это для меня новое впечатление тоже. Я теперь хоть понимаю, что я в Нурфаке и в ГУ не зря учился. Сейчас хоть работаю по профессии наконец-то. И тогда же, в эти годы, я встретил тех людей, которые, наверное, дали мне эту гуманитарную составляющую, гуманистическую. И, наверное, то, что я предопределил, то, что мы с Александром Дованковым стали строить то, что потом стал называться Фаберлик. Первый мой такой комиссар, первый человек, который размучил меня, что такое психология, что такое педагогика, это был Олег Лишин. Такой мужчина с большой бородой. Я его впервые видел в Буденовке, он шел. Почему-то на Буденовке была синяя звезда. Я говорю, может, как-то думаешь, что на Буденовке звезды должны быть красные? Я говорю, а почему звезда синие, а не красные? Он говорит, мы же конный отряд Дозор, поэтому у конников синие звезды, у пехоты красные, у артелистов черные были. Ты не знал? Я говорю, нет. А я еще только-только школу заканчивал. И он мне рассказал не только это, это я пережил бы без этого жизнь, но он научил нас все такое деятельная педагогика. Когда ты не бегаешь за детьми, он мне рассказал историю, как один мальчик сказал ему, когда он еще был примерно в моем тогдашнем возрасте, дядь, ты меня сначала догони, потом воспитывай. И мы с вами строим жизнь не так, что мы за всеми бегаем, а мы стараемся работать с теми, кому интересно у нас чему-то учиться, кому интересно строить жизнь вместе с нами. Мы организуем их деятельность, но при этом сделать так, чтобы мы были интересными, чтобы они к нам приходили, наши ученики, наши товарищи. Вот это наша хитрая задача. И я думаю, в этом зале люди, которые с этим справляются. Следующим таким учителем в педагогике для меня стал Ричард Цоколов. В 80-е годы в Советском Союзе слово имя Ричард, ну или Дик, было такое, да, достаточно необычное. И он мне по-новому открыл двух выдающихся педагогов, Антона Семеновича Макаренко и Станислава Теофиловича Шарского. Ну, о Макаренке я что-то слышал, но то, как он мне показал Макаренко, что Макаренко — это не только педагог, это не только мощная сельсхозяйственная коммуна, которая кормила в 20-е годы тех, кто в ней жил, и кормила еще там целый кусок хайпоскровности, но это еще и завод передовых фотоаппаратов ФЭД, когда школьники построили сами завод. Ну, тогда фотоаппарат ФЭД примерно как сейчас айфон. Вот, то есть это настолько была сложная техника в начале 30-х годов. Вот, это очень... Я понял, что педагогика — это не про... как локтем хлищи бают. Да? Щи хлибают. Вот. А это про то, что делаешь передовое современное вместе с детьми, со своими теми, кого ты ведешь вперед. И вот этот уровень — делать лучшее, делать такое, что небывалое. Вот, спасибо Ричарду Соколову за это. Владислав Петрович Крапивин. Наверное, многие тоже читали его книги сами, детям, кто-то вырос на них. Я увидел, что кроме того, что заниматься деятельной педагогикой, ходить в походы, заниматься поиском, помогать бабушкам стихоряно рубить дрова, вот, незаметно. Еще есть, конечно, такая романтика, которая связана с парусами, с фельдованием. И самое главное, не только то, чему Михаил Петрович научил, но то, что человек... Мы познакомились, мне было двадцать, сколько, да, восемьдесят пятый год, даже меньше двадцати, девятнадцать лет, а он был уже по пятьдесят. Но при этом я видел, что и в пятьдесят лет можно оставаться мальчишкой. Ну, не в смысле мальчишкой, в смысле сопливым, да, а в смысле юным очень душой, неугомонным, при этом уже с какой-то мудростью. Я был поражен вот такой живости Михаил Петровича, вот, и при этом песни, которые он написал, они до сих пор со мной, иногда я себе их пою, когда что-то, если какая-то нагрузка слишком большая. Потому что, думаю, ну, мне кажется, поэзия в нас, когда живет, то мы намного сильнее. А если эта поэзия еще и ложится в песню, да, с музыкой, то это делает нас очень сильными. АПЛОДИСМЕНТЫ И вот эти... я не буду в комсомольской правде работать. Нет, говорит, ты будешь. Я говорю, хорошо, я буду. Я понял с тех пор, что надо женщин слушать и не спорить с ними. Она говорит, да. И я до этого... Ну, у меня был неплохой русский язык, но она мне начала ставить руку. И выяснилось, что журналистика — это, во-первых, факты. Вот сейчас это звучит странно. Потому что сейчас в журналистике что угодно, кроме фактов. А тогда, говорит, журналистика — это всегда факты. Вот не твои там, что ты думаешь об этом. Факты есть. И вот эта школа до сих пор помогает. И научила меня писать ярко, выпукло, не зашорено, не штамповано. К сожалению, люди всё равно читают и слышат нас и укладывают даже какие-то яркие непривычные мысли. Всё равно какие-то свои полочки падут. Люди не хотят слышать какие-то необычные вещи. Люди хотят слышать то, что они знают. Вот. В этом есть сложность. Но при этом, когда мы сами стремимся каждый раз, не повторяясь, быть новыми, то мы живы. И вот это... Большое спасибо Ольге. И посмотрите, первое — факты. Второе — живым, ярким языком писать. И третье — она говорит, и помни. Он мне отправил несколько командировок как журналиста. Говорит, помни. Первый принцип — журналистики не навреди. Я и сейчас встречаю журналистов, которые из этой школы. Но, в общем, конечно, этот, к сожалению, принцип не навреди. Он тоже из журналистики потихонечку уходит. Вот там сейчас разное звучит. Но я думаю, что те мастера, которые остались в журналистике, они этот принцип... Они его придерживаются. И я думаю, что вот он тоже лег в наше с вами общее дело. Мы стараемся делать все по-яркому. Ну, делать так, как другие не делают. Стараемся, конечно, ни нашей продукции, ни нашими делами никому не навредить. Если я прав, то улыбнись, пожалуйста. И Мария Нечева, мало того, что заставила меня писать, она еще меня учила, что надо девочкам подавать пальто. Я говорю, да не буду я пальто... А мне, сколько там, уже 21 год. Я говорю, не буду я пальто подавать, девочки, пальто. Это советская школа, где мальчики и девочки вместе хулиганят. Это, конечно, свои плюсы несет и минусы. Она говорит, нет, девочкам надо подавать пальто. Женщинам я стал подавать пальто с тех пор. И жизнь у меня наладилась. Сейчас своих сыновей учил подавать пальто, но один уже нормально, а второй еще пока рада ему еще видать пальто подавать. И Мария Нечева, кроме этого, еще меня познакомила с Михаилом Петровичем Щетининым. Ему тоже тогда было чуть больше сорока лет. Он был такой, как огонь, как молодой Суворов. Человек, который видел, как поменять школу, и это делал. Я очень рад, что мы с ним потом возобновили наше знакомство уже в эту эпоху. Многие из вас знают о нем. Школа родителей человека была в гостях в Текосе. И вы понимаете, какое... И сейчас он огромное влияние нас оказывает. Когда его уже нет с нами. Но и в 20 лет это тоже знакомство, которое показывает, что все можно делать быстро, успешно. И что человек — это не какой-то специалист по узкому направлению. Что человек — это универсальное существо. Что это универсум. Что он живет в космосе. Что человек — это космическое явление. И второй человек — это Анашвили Шаула. Вы тоже с ним многие видели наше видео. Кто-то был у него. Мои дети сейчас каждые лет уже два года ездят в лагерь, который он проводит у себя в Грузии. Там все педагоги, в основном, русские. Но он там сделал, конечно, город очень важную такую интересную летнюю школу. И вот эта человечность, какая-то любовь к людям, не пойми за что. Вот наши мамы нас любят непонятно за что. Согласитесь? Тут просто так. Не точно за хорошо ведем. Оказывается, и люди просто могут других любить ни за что, ни за что, ни просто. И деятельно любить. Не издалека так опасливо, а строя свои отношения. Вот я очень благодарен, что этот гуманизм, эта человечность, она, конечно, у нас от этих двух людей, у нашего остального сообщества, от Михаила Петровича Щетинина и от Шаула Монашвили. Спасибо им большое, что Шаула жив, работа очень мудрая, и, наверное, это самый сейчас светлый человек нашего постсоветской педагогики. Спасибо вам, что вы тоже его знаете. Я уверен, что вот эти практики, эти люди, наша собственная включенность в то, что мы работаем с школьниками, студентами, и родила в моей команде желание не просто зарабатывать деньги, а в каком-то смысле слова построить новое сообщество, потому что то, что мы делали как разноводорстные отряды, там, внешкольные, студенческие, эпоха ушла, да, пришли 90-е годы, стало понятно, что ни в бюджете нет денег на поддержку этого. Мы все выросли, у нас уже появились дети, надо было как-то детей своих поднимать. И при этом мы, конечно, не просто хотели зарабатывать деньги, хотели построить что-то, что большое, что-то, что капитализирует наши вот эти вот умения, сейчас бы сказали, компетенции в том, что мы работаем с людьми. И я думаю, вот этот опыт, вот этого коммунарства, божества, какие выдающиеся люди вокруг нас, молодых, родили, в каком-то смысле слова, это один из тех фундаментов, на которых стоит компания Фудерли. При этом, наверное, везло сказать и о тех учителях, и люди, которые нас вдохновили на то, чтобы заняться косметикой, парфюмерией. Я подробно никак не рассказывал об этом, но если он интересный, я чуть-чуть расскажу о видео. Спасибо. У меня был такой момент смешной, когда я уже занялся тем, что еще было чистой линией, еще даже не стало русской линией. И меня одна знакомая спрашивает, слушай, а ты чем сейчас занимаешься? Я говорю, я косметикой. Она смотрит на меня и говорит, я тебя серьезно спрашиваю. Я говорю, что ты, я серьезно тебе говорю. Она говорит, ты на Мерседре сейчас ездишь? Я говорю, ну да. Ты на нем на косметике заработал? Я говорю, ну нет. Она говорит, что я этих косметологов не знаю. В 90-е годы, помните, косметологи были со всячем. Я говорю, разные были. И я так задумался, действительно. И жена Александра Дованкова, Оля, говорит, Саш, вот раньше вы занимались инвестициями, на фонду в рынке торговали, были серьезные люди. А сейчас, говорит, вы два косметолога стали. Мы говорим, а что, нормально? И было ощущение, что что-то вот не то. Какой-то есть дисбаланс. И я очень благодарен себе, что мне встретился Доминик Камелли. Это наш первый парфюмер, человек, который создал для русской линейки из четырех женских парфюмов и одного мужского. О, де колон, назывался он неожиданно. Может, кто-то помнит эти, да. Он автор наших Бриз де Амур, Руби, вот этих, Руби, наших первых уже в Суберлике продуктов. Мы какое-то время назад выпускали Бриз де Амур в частной коллекции. Человек, который мне показал лучших французских парфюмеров, который рассказал мне историю о Латинской Америке, об Африке, где он много работал. Я увидел, что какой-то есть мир, который, вот, наверное, на какого-нибудь нашего русского, не знаю, там, стилиста, точно я не хотел быть похожим. Ну, и потом, все-таки, мы там с Сашей натурал, я так исторически скажу его словно. Поэтому, как-то, у меня нет вопроса. И когда я видел Доминика и его друзей, ну, они, правда, видишь, что парфюмеры все очень много курят сигары, у них такие большие носки у всех, у французов, вот, но, тем не менее, я видел, что это люди очень интересные. И мы познакомились с Пьером Буртоном. Вы его помните по 2004 году, да, когда он приехал в Россию. И важно, что они, конечно, все были люди, влюбленные в наши страны. Пьер Буртон создал немецкую парфюмерию, да, вот, Дэвидов Полвотер, это его, испанскую парфюмерию. Я говорю, Пьер, а мы очень близки с ним по идейным взглядам тогда уже были. Вот, он был человек, который сторонник Де Голля, такой гандист, вот, и мы тоже, примерно, такие были. И он говорит, слушайте, во-первых, хочу сказать, что вы, вот, постсоветское пространство, Россия, это фронтиры Европы. Я говорю, как фронтиры? Вы настоящая Европа. Потому что мы, это были, да, уже 2000-е годы, мы, говорит, все меньше и меньше похожи на ту Европу, в которой я вырос. Европу Де Голля, Европу великих людей. И мы какие-то, говорит, становимся маленькие, мелкие, у нас уходит дух предпринимательства. Мы все больше похожи на ваш, говорит, на последние годы вашего Советского Союза. У нас там пособия, эти, люди, говорит, не работают, а хотят пособие получать. Что, говорит, с нами не то происходит. И дальше, говорит, если бы я помоложе, я бы, говорит, поехал работать или в Россию, тут жена ему так, бшшш. Он говорит, ну, или в Идию. Потому что там настоящая, там настоящая Европа сейчас рождается. И вы помните эти ароматы, вы помните Пьера. Вот, и он ушел в отставку, но вот до сих пор мы шлем другу весточки. Человек, который такой влюбленный и в свою профессию, и создавший вместе с Фабельвик русскую современную парфюмерию. И, конечно, большой вклад в наше восстановление внесла семья Феррари. Вы многие были на Интеркосе в Италии, в Милане. Я объездил все их заводы. Мне сын Феррари, как на машине мы с ним едем, и поем песню «Белла Чао». Вот, он говорит, а ты откуда ее знаешь? Я говорю, ну, как же, мы же в Советском Союзе все знаем революционные песни. Я говорю, понятно. Вот, давай петь вместе. Я помню этого все заводы. Он говорит, ты единственный человек, который у нас был на всех заводах. Тебе зачем это надо? Я говорю, я хочу сделать лучшее в Европе. Он говорит, ну, в лучшей Европе это мы. Я говорю, ну, посмотрим. Забыл такой пар. Косметикой. Прекратили косметику. Он говорит, ну, ладно, если вы нас обгоните, я не против. Говорит, ну, ты, вот, переживай, там, через пять лет посмотришь наши новые. Вот мы пока новые, их, конечно, еще не превзошли. Ну, по некоторым моментам уже мы их удивляли уже 7-8 лет назад. И в этой семье самым большим нашим соосторонником была мама Дарио Феррари. Ее звали Надя. Она дочь двух эмигрантов из России первой волны. И она, конечно, считалась русской. Русский знал так себе. Мы говорим, Надя, почему ты считаешься русской? Она говорит, ну, посмотри, я что пью? Эти все пьют вино, а я пью с вами что? Она говорит, ну, короче, мы с тех пор не пьем уже, как она. Вот. Ну, уже и она не пьет водка. Важно что, что вот это... Мы спорим с Дарио, нам нужны очень хорошие цены на балк. Балк это то, что расфасовывают в помадах. Нам нужны хорошие цены. Он говорит, ну, у нас есть единая цена, что для Кристиан Диора, что для вас. Что там, для Живанши. Надя сидит такая, говорит, сын, это же, говорят, русские женщины. Он говорит, да я понял, понял. Он говорит, они хотят все качественно, но дешево. Он говорит, ну, смотри на меня. Я говорю, точно. Наши, говорят, почему они готовы много платить? Они готовы. Он говорит, ну, просто мне сейчас немножко тяжело с деньгами начать 2000-х годов. Вот. Он говорит, ну, гу-гу. Ясно, говорит. А я им привез там черные икры несколько банок. Он говорит, ну, давайте хишку дадим, что ли. Так мы с вами впервые в третьем году завезли те текстуры, которые будут только у французских люксовых марок, а мы и получились за скилочки. Поэтому, не будь Надя с ее любовью к России, не будь Дарьева, который, ну, спорить с мамой, как и я когда-то понял, что с женщинами спорить не надо. Это вот у нас у обоих такой урок был. Но, интересно, что, конечно, увидев его, человек, который построил с нуля бизнес, который, точнее, мама там сделала завод, который небольшой, белой косметики, а он сделал весь макияжный, все это империя интеркоса, и выручка у него была уже под 100 миллионов долларов, в момент, когда мы познакомились. Я говорю, а у нас было тогда 4 миллиона долларов, когда мы познакомились. Вот, я понял, что, о, вот же образцы. То есть, вот своей элегантностью. Кто-то, раз смотрел фильм «Отпетые мошенники», может быть, старые? Помните, там учит один мошенник другого, как надо ходить одеваться. Вот Дарьев, он не был мошенником, и я не был мошенником. Но когда он, значит, клал руку в карман и облокачивался на камень, я этот фильм вспоминал, я понимал, что вот это люди, которые действительно огромного калибра, да, они не дырят мелочь по карманам. Их задача делать продукты, которые удивляют людей, продукты, которых нет. То, что называется новаторство, инновационное. Это как те мои учителя-педагогики, которые делали мирового масштаба вещи. Был проект «Школа третьего тысячелетия». ЮНЕСКО открыл 20 школ. Одна из них в Москве, ну, не знаю, одна из них в России, и Фёкс Трощинин её делал. Сейчас, к сожалению, все эти школы закрыты, русская школа закрылась последней. Это были люди мирового масштаба. Вот эти наши учителя в парфюмерии, в косметике, это тоже мировые люди. И, как вы помните, эта дорога к таким учителям началась с того, что однажды мы принесли статью в газете про голубую кровь. Мы прочитали, нам, как знаете, вот, какие-то у меня есть интуиции, у нас мурашки пошли по коже, и у Саши Доланкова, у него папа, Владимир Александрович, он очень мощный химик, у них есть такая серия химиков, дедушка был академиком, папа профессор, и его подавали на Номеревскую тремию за искусственную почку. И он нас тоже много чего научил, в том числе он все говорил, ребят, хватит заниматься торговой, идите делать производство и науку. Вот пришлось построить научно-производственную компанию. Саши, папа не ругался. И мы пришли, говорим, вот есть история про голубую кровь, вы знаете их? Конечно. И он нам рассказал первое про Феликса Белоярцева, про всю эту историю, то, что еще тогда в газетах не печатали. И это было тоже, знаете, какое-то понимание, что вот люди делают вещи первые в мире, мирового уровня научные прорывы. И захотелось это внедрить, сделать это не просто, чтобы это осталось в прошлом. Да, вот у нас. Мы помним, какой есть задел у Советского Союза и у России был в космосе. Да, а сейчас мы даже не можем приземлить на Луне наш аппарат. Вот, ну, стыдно. А вот здесь хотелось не просто, чтобы это было в прошлом, осталось славной историей, а подхватить это и сделать из этого то, что мы с вами сделали. Большую радость для многих людей, реально работающие продукты, а не просто маркетинг, да, не просто упаковка. Поэтому давайте мы ждем и наш госпитал. Ну и кроме, конечно, парфюмеров и людей в косметике, нам повезло познакомиться с Сержем Монсо. Это человек, занимающийся упаковкой. Я сказал слово упаковка, вот это, наверное, тоже большинство продуктов люксовых, которые вы знаете, французских, времен 60-х, 70-х, 80-х годов, это его упаковка. Вот, он с нами работал, очень обогатил наше представление вообще о дизайне, о промышленном дизайне. И в частности, вот тот парфюм, который у нас один из лидеров в продаж, Port-au-Jour, так был, упаковка для него, для нашей свадьбы с Леной, с которой вы вчера познакомились тоже, был сделан свежий Монсо, и он живет отражением в том парфюме, который тоже один из радующих меня до сих пор, да, и кроме фабрики и Диана Кутовича. Вы хорошо помните, что все эти коды и в конце девяностых, и в двухтысячные годы они в нас жили. Мы хотели, чтобы деньги из России не уходили за границу, оставались здесь и превращались в научные разработки, в производство, в то, чтобы люди зарабатывали здесь, чтобы мы подъяли здесь с налоги. Мы с вами сделали программу «Больше кислорода», посадив несколько сотен тысяч деревьев, потом сделали программу вместе с движением «ЭКО» посадили вместе 10 миллионов молодых саженцев в неудобьях, и много программ у компании было связано и с животными, и с помощью тем, кто сам не может видеть вместе с собаками. Это, наверное, просто органически свойственная нам функция. Для многих это такой пиар, а у нас это кусок жизни. Я помню, как мне рассказывали лидеры, одна компания сделали форум в том же ДК, где рядом мы сажали деревья. И говорит, мы в великовце дамы в сапогах резиновых, лопата, саженец, и они такие идут себе все такие нарядные. И мы нарядные тоже бываем. они говорят, да, бываем. Я говорю, не волнуйтесь, эта компания к нам присоединится. Так и случилось. Поэтому кто-то сажал деревья, кто-то ходил и ходил на праздники, кто-то ходил только на праздники, поэтому, видите, кто сажает деревья, там больше дается. И вот это такое желание делать для мира что-то хорошее, оно у нас стало системным. Да, это и школа развития человека, когда мы лидерам давали не тренинг личностного роста, а давали ту широту людей, идей, которые и делают человека большим. Это и программа «Капитаны», которую тоже мы вместе с вами начали в 2013 году, и которая уже тысячи выпускников дала в Москве и еще в 10 городах, она сейчас работает, от нее появилась программа «Я в деле». Вот. Обсерзовали вчера министра финансов, он говорит, «Меню, как у вас эта программа? Я в доле?» Я говорю, «Нет, я в деле». Где уже 76 тысяч студентов в этом году охвачено, выставите, этой программой. В прошлом году было 25, сейчас 76, она растет, она получила поддержку директора Российской Федерации. Решеный с вами. Вчера вот несколько, мы уже фотографировали, вчера, когда с элитной командой, с драгоцветными директорами, у них человек мне говорит, «Я наставник, я в деле». Я говорю, «Понятно, да, вот». Дорогие друзья, вот это все нас ввело в то, чтобы больше приносить пользы стране, что мы с вами, помните, когда-то была метафора, что здесь одно крыло бизнесовое и второе крыло, да, польза людям, польза обществу. Потому что на двух крыльях кто-то может на одном крыле лететь, но нам больше на двух. Еще хвостом, значит, подруливать. И, конечно, я думаю, что вся жизнь нас привела, вся наша социальная заряжность к тому, что мы с вами сделали политическую партию в России уже партию с таким названием возникла в Кюргизии, они приезжали ко мне советоваться. Интересно, что и в этой сфере, сфере работы власти, в политике тоже есть наставники. Вот если те, как я рассказывал раньше, они скорее такие символические отцы, матери, символические родители, то здесь, скорее, это больше старшие братья. Очень интересно, что когда ты что-то начинаешь делать, то есть очень хорошая реакция этих вот таких людей, кто что-то понимают, они тебе говорят, слушай, нечаяц, вот ты не понимаешь, и объясняют, как что-то работает. Я сначала думал, блин, сколько я сегодня не понимаю, а пин, мне скажут, даже расстраивался, что вот это я не понимаю, это я не понимаю, ну, потом стал понимать, и я говорю, это чудесно, то, что хуже, я сейчас это сам вижу, когда человек что-нибудь говорит, и он мне сказал, чтобы объяснить. То есть своим говорят, слушай, ты не понимаешь, и объясняют. А людям, которые такие совсем вот, им говорят, да, хорошо, все, мы вас слышим. Потом человек выходит, и ему говорят, не, ну, он не понимает. Вот я очень рад, что у меня есть люди, которые тоже помогают мне делать верные шаги, вот, но не будем себя их называть, я думаю, попозже как-то, или через 15, тоже о них скажем. Но я очень тоже им благодарен, потому что вот выяснилось, что наше представление о том, как что-то, что работает, отличается от того, как что работает. Наши представления, что можно сделать и нужно сделать, отличаются от того, что можно и нужно сделать. Мне очень повезло, что идя во власти, я понимал, что сделать можно особенно быстро, очень мало. Вот. Ну, в принципе, помните, в фабрике мы тоже говорили, что в России надо жить долго. Ну, не только в России, я говорю, что сейчас вообще в мире надо жить долго, чтобы что-то сделать. Но тоже компания, мы сделали не один же год. Поэтому эта готовность учиться, делать то немного, что можно прямо сейчас, делать следующее. Не пустили в дверь, как мы делаем? Ну, через окошко, иногда через крышу, иногда через подвальчик. Поэтому очень считаю закономерно, что нас с вами в это перевело. и было бы неправильно сказать еще о моих друзьях, которые меня вдохновляют с самого детства. Это моя мама, папа. Вот. я однажды с мамой советовался, у меня была развилка, делать такое дело или другое, ложить меньше денег. Помню, я рассказывал некоторым из вас, говорю, мама, вот здесь можно пятьсот тысяч ложить и построить такую историю вот одну, а можно миллион-два вложить долларов, и еще надо будет занять, и построить историю большую, миллионов-пятьдесят долларов. Ты как мне советуешь? А мама школьная учительница, она, конечно, понимает, и в миллионах долларов, да, и в бизнесе, конечно. Но она мне дала совет, который, собственно, привел к тому, что мы построили Фоберлик. Она говорит, слушай, делай большое, лучше займи, лучше больше вложись, ты все равно будешь полностью что маленькому отдаваться делать, что большому. Но большое, мне кажется, интереснее тебя. Я говорю, мама. только одна маленькая история про мою маму, что она мне, чего у меня хорошему научила, и, наверное, дальше что-то плохому, но это сейчас не будем. Да, достойно пойти танцевать, учиться. Вот. Больным танцем, представляете? Ужас! Мама не знает, как тебе продать что-то, да? Мой папа, многие тоже из вас его знают, он инженер, человек потом, много работавшего во внешней торговле, конечно, отдал очень много культурных кодов, и он был нашим первым закупщиком оборудования, да, вот мы покупали сначала поддержанные линии в Евроэк, потом сказал так, хоть покупать поддержанные, давай покупать новые. Говорю, пап, новые, дорогие, он говорит, скупой платят дважды. Говорю, ну, понял, будем покупать новые. Вот, я понял, что не только с женщиной мне надо спорить, но с папой тоже. Он ушел в 70 лет с позиции директора по производству Фаберлика на пенсию, я очень рад, что он жив, и вот он сейчас занимается, живет с нами, и... Вот, и наслаждается внуками больше, чем хватает у меня возможности это делать, но я очень рад, что... Короче, пословица «Любите ваших внуков, они отомсят вашим детям», он, правда, в случае, в нашей семье не работает почему-то. Вы видели вчера Елену, да, мою жену, «Любите ваших внуков, что она... во многом... не только Боря Константину Бармашову, но и ей я перестал пить алкоголь, например, да, очень небольшое спасибо за это, только лишь одно. Она меня, видите, сподвигла еще трех детей, родители, я думала, надо играть, чтобы... вот, но... много работающих, вот... была бы готова. Мы самое главное... очень не только здоровой жизнью, но, знаете, были моменты, когда что-то тебе тяжело или когда ты в культу тупике. Когда жена партнер, то она тебя поддерживает. Вот. Это большое счастье, когда твой партнер в семье, он... ну, чтобы он думает по-другому, там, он с тобой, там, обсуждает, но видно, что какого тебе говорила об Монашмиле, да, о наших мамах, когда тебя поддерживают безоговорочно, тебя, твоих детей, я думаю, это, наверное, самое большое, что нужно человеку любому. Вот. Я не могу похвастаться, что я его все безоговорочно поддерживаю, вот. Но, если вы не бойтесь, я бы сказал, что сегодняшний день тоже ее больше поддерживаю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ коммунизм, когда мы дядей показали, что семья это вот такое большое, большое, что-то очень большое. И один из двоюзных сестер, Наталья Бенат, работает в Фабелике, сейчас, собственно, является директором, управляющим моих акций. Вот. Поэтому спасибо ей, что она любезно для этого добра. Вот, если кто-то был в Берелево, на нашей фабрике, видел, что там много инфраструктуры, отопления, асфальт, дороги, ремонты, вот, чтобы Фабелик был в личном состоянии, вот это он отвечает до сих пор. В общем-то, чему хорошему нас в семье научили, наверное, мы постараемся это и дальше нести. и дети пока меня вдохновляют специфическим образом, но, вы знаете, какой-то, ну, с каждым годом все лучше. Поэтому, наверное, стало понятно, что, ну, часто родители меряем по себе, по каким-то своим, вот, я помню, как там, со старшей дочерью, я говорю, я, там, в твои годы. Сейчас я так не говорю, потому что все люди проживают свою жизнь. И то, что дети смогли это объяснить, вот, самое главное, что дети спорят. Вот. Вот вы со мной редко спорите, к сожалению, ну, кроме некоторых, да, вот, а вы, спорите больше со мной, вот, а дети меня научили, что когда с тобой спорят, это большое счастье, значит, тебе доверяют. Давайте другим доверять. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну и, не могу в этом зале промолчать, ну, как не могу промолчать об этом и в других залах, наверное, вся бы эта жизнь, 26 лет вместе, были бы невозможны, если бы не было каких-то товарищей, таких друзей, как вы. Мне очень повезло. Я, вы знаете, никогда не пытался ничему вас учить, но старался по мере сил учиться тому, что и вы делаете, вы рассказываете. И вот я с вами мало со мной спорите, но те моменты, когда вы что-то говорите, когда мы, особенно, что-нибудь ошибаемся, такие моменты были в истории компании, когда мы сделали большие ошибки в том числе. Это, наверное, самое ценное, потому что партнеры не только в семье говорят тебе про на самом деле, но и партнеры в общем деле, в той республике Фраголи, которую мы построили, тоже единственные, кто могут тебе сказать, если что-то ты ошибаешься. Иногда получается вас убедить, иногда не получается. Иногда получается убедить, но лучше бы не убеждал, потому что это, бывает, убедил, а оно не так летает. Это жизнь, в которой есть несколько моментов, за которые я особенно благодарен лидерам нашей компании. У меня был, наверное, самый сложный момент, когда я понял, что мы одну ошибку сделали, и я говорю одному из лидеров женщине, говорю, слушай, давай какой-то другой директор генеральный, потому что мы тут с Александром ошибку большую допустили, нам за нее стыд, наверное, какого доверия между нами сейчас, оно немножко подорвано. И эта женщина мне говорит, нет, Алексей Геннадьевич, нам другой директор не надо, чтобы исправлял. Я говорю, ну, смотрите, мы же не здорово. Говорит, вот, вы это доверие чуть потеряли, вы его и устанавливаете своими действиями. И истории, когда тебе партнер, человек, может быть, не согласный в каком-то моменте, но бесконечно любящий и тебя, и общее дело не дает, как это, выскользнуть, в каком-то смысле, может быть, трусить даже, уйти от проблемы, я считаю, что это очень важный, важный, может быть, один из самых важных в жизни таких моментов. И если мы, дружку, не будем делать какие-то, ну, ставить сложную ситуацию, ставить или необходимость развиваться, преодолевать какие-то себя, себе какие-то стереотипы, то кому вообще мы нужны? Поэтому спасибо вам огромное за то, во-первых, любовь, опять же, малооправданную, которую вы испытываете, недостаточно оправданную ко мне, моей семье, к нашей компании в общем, потому что не все идеально. Спасибо за то, что вы очень поддерживаете то, что я делаю последние три года, и несколько человек мне говорили в разное время очень разными словами. Кто-то, что из меня молится, это правда, кто-то мне сказал тоже давно, что вы не волнуйтесь, делайте, что хотите, мы над вами держим обережный круг. и я его чувствую. Поэтому своих выступлений в Госдуме позволяет немножко лишнего, потому что у меня есть ваша защита. и дорогие друзья, сейчас 26 лет от того, как мы вместе этой дорогой идем, 22 года только мы стали фаберликом. это наверное так символически это уже мы с вами как будто университет закончили, как будто уже прямо вот такой то и создали семью, то и уже пора. И это для нас огромный кусок жизни, для кого-то может быть ее половина жизни, для кого-то меньшая часть, для кого-то может быть и большая часть жизни у нас такие, тоже с вами есть молодые лидеры. Я предлагаю жить это жизнь дальше, потому что как сказал однажды наш лидер, когда нам всем было 30 лет, и мы говорим вот это для таких-то женщин, таких-то женщин, кто-то говорит, ну да, вот уже 50 плюс еще их рассматривать, и нам одна лидер говорит, подождите, 60 лет жизнь только начинается. И я вот запомнил, и как всегда уже не в начале, но в первой части нашей жизни много сделали, давайте в этой первой части и дальше быть смелыми, меняться, менять мир, делать вещи, которые не делал никто кроме нас, делать эти вещи с любовью к людям, и главное строить наши организации, ваши лидеры выросли, но они знают, что вы с ними, что я много раз говорил, что я не знаю, как люди меняются, с которыми мы работаем, как много в человека вкладываешь, ты не знаешь, что с ним произойдет, но когда мы в них инвестируем, точно мы становимся лучше. Вот этот феномен, он в жизни есть, остается, и не потому, что год наставника, я это все говорю, я это говорю, до того, как был год наставника, боюсь, что фантазии мало буду говорить, что это после год закончится. Мы любим людей только деятельно, не издалека. И вот это, наверное, и есть настоящая жизнь. Спасибо вам за то, что вы мне подарили мои товарищи и поделы. Спасибо.